Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Рады тебя видеть. Видимо, солнце не проходит мимо тебя. Ну как же по-другому? Я езжу из Риги, почти из Юрмала. Не могу сказать, что из Юрмала, но Юрмала у нас близко. Хотя тут тоже очень жарко, как настоящее лето. Как там дела вообще? Расскажи. Там все в порядке. Вчера был какой-то рекорд по температуре. Да, и надеюсь, что вся лето будет такая. Я тоже надеюсь. А ты любишь жару вообще? Я люблю, потому что... Ну, конечно, всегда есть какая-то грань, когда уже больше не могу. Но, в принципе, я больше люблю, конечно, лето, чем зиму. Я вот сказал, что ты работал радиоведущим. Ты начинал радиоведущим, да? Да, когда... 13 лет там что-то совсем-то... Да, у нас на государстве радио была такая программа для детей, для тинейджеров. И там я начинал свой путь тоже в медиах. И потом работал еще на коммерческой радиостанции 4 года. Но потом уже было так много дела, связанные с музыкой. Свои песни, что-то чьи-то крутить. Поэтому больше не успел этого сделать, хотя я очень это любил. Может быть, когда-то вернулся. А можешь, например, сказать, ну вот, как ты работал, что сейчас, например, в эфире «Страна ФМ» будет песня, там, в исполнении Маркуса Рива. Как это звучало, когда ты работал ведущим? Ты имеешь на латышком? Ну, конечно, ты же работал на своем языке. Как это было? Ну, куда, дорогие, Класси и «Страна ФМ» шеду Маркуса Рива, и я, по-моему, дрезвелись, Марии Панасшу. Я на кодзейс, но манец, тут дзерман, сасинцы. Класс. Ну, ты же знаешь вообще много языков, да? То есть там немецкий, что-то еще у тебя в арсенале. Чуть-чуть, да. Так, значит, я хотел вот что спросить. У нас до конца часа, дорогие друзья, будет премьера твоей песни. Отлично. Вот. И если у вас есть к Маркусу какие-то вопросы, вопросы эти оставляйте на номере 89099281899, смс, ватсап, вайбер. Про песню мы проговорим еще. Ну, расскажи, что у тебя на телевидении сейчас? На телевидении сейчас идет подготовка к новым сезонам. Ну, будет уже третий сезон шоу «Х-фактор» в Латвии, где я уже третий сезон тоже буду работать как ведущий. Поэтому думаю, что будет... Опять же, очень интересно. Мне безумно нравится эта работа, особенно когда идет прямой эфир, когда тебя говорят 15 секунд, 10, все в эфире, вся страна смотрит. Национальный герой практически ты в это время. Слушай, а в плане волнения, что сложнее тебе выходить на сцену перед огромным залом или вот в эти секунды, когда все телевидение, все внимание всей страны приковано к тебе? Вот как? Расскажи, ты можешь просто сравнить. Это не каждому дано. Наверное, сложнее вот перед прямым эфиром, когда у тебя говорят 20 секунд, 15, там, 10, все, эфир. Но когда пройдет уже какие-то первые 30 секунд, и тогда уже ты про это не думаешь, ты думаешь, что будет дальше, что надо говорить дальше. И поэтому я сразу забываю, я отработаю до конца, и потом поеду кушать пиццу. О, ты можешь себе это позволить, говорят многие зрители и слушатели страны ФМ. Да, что делает с собой Маркус, чтобы находиться в такой форме, еще и обожать пиццу? Мы его, конечно, расспросим, да, не переживайте, можете вопросы писать. Друзья, Маркус Рива в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. До конца часа у нас будет премьера песни. Смотрите, не пропускайте. У Маркуса готовы не только песни, но и лирик видео, так что будет что послушать и посмотреть. Я хотел спросить по поводу твоей кинокарьеры. Ого. Да, ну был же сериал, расскажи о нем. Был же маленький опыт, да. Я бы хотел, не знаю, какой-то серьезной роль сыграть, но... Ты серьезный артист сыграл? Я постарался. Мне нравится эта подготовка к ролю, когда ты изучаешь, какой ты будешь герой, и тогда начинаешь жить такую жизнь, и потом уже сыграешь. Но как-то в Латвии всегда получается сниматься в сериалах и играть свой роль, как будто играть всегда Маркуса Рива. И это очень странно иногда бывает, потому что есть актеры, которые переигрывают все вокруг, и ты такой, ну... Ты же играешь в себя, и, ну, в жизни я такой, как есть, и в сериале тоже я же буду такой, какой я есть, не хочу там что-то переиграть. Но я надеюсь, что скоро, скоро, может быть, будет какой-то другой роль. Это «Продюсер» называется он, да? Фильм был «Продюсер», да. В прошлом году снимался, и в этот год, в феврале, выпустили этот фильм. Это был мой первый фильм, который такой на большой экран, но там тоже моя роль очень-очень маленькая, короткая, и, не знаю, может быть, люди даже не заходили в кинотеатр, потому что это самое начало. Так что есть люди, которые опоздывают на кино, а, может быть, они даже не увидели. — Значит, смотрим фильм «Продюсер», ты играл самого себя. — Да. — Вот, и что после этого предложили тебе играть? Кого? — Ну, пока никого, к сожалению. Ну, как, не, хотя месяц назад был тоже маленький роль, там, на одну серию, латвийский сериал. Ну, там тоже я играл сам себе, сам себе как-то. — А кого бы хотел сыграть? Нас просто слушают, скорее всего, в Латвии же есть. — Я могу быть совершенно разным, особенно если речь идет... — Какой-то серьезный, вот такой, не знаю, романтичный, драматичный герой, но серьезный. Хотя, ну, может быть, комедии тоже было бы неплохо. — Хорошо. Летом что у тебя будет? Лето наступило, ну, наверное, все в работе или есть... — Да, все в работе, отпуск пока не вижу, нет места для отдыха. Ну, хотя будет, наверное, пару дней, когда я могу поехать на море. У нас Юрмала, Бальтийское море, и много выступлений и в Латвии, и в Литве, и в России, и в других странах. Поэтому это тоже, наверное, очень много займет время. И съемки, и X-Factor, и надо продолжать работать к сольному альбому. Это тоже надо дотелывать. — А значит, к сольному альбому, да, еще расскажешь по поводу моря. А ты же серфинг обожаешь. — Я обожаю, но, кстати, в Риге это, по-моему, невозможно. Невозможно, поэтому я люблю это делать. Ну, я только два раза был на Бали, пару раз в Лос-Анджелес попробовал этого. Но я не могу сказать, что я прямо там профессионал. Я просто люблю что-то открыть для себя новое. И сейчас открыл себе кроссфит. Начинал заниматься кроссфитом. — Смотрим Инстаграм, конечно, завидую. — Кроссфитом, и это тоже что-то интересное. Даже научил чувство стоять на руках. Это для меня тоже такая задача. Поэтому вот стараемся каждый день что-то новое сделать. — Слушай, вот мы и открыли секрет твой, почему ты можешь позволить себе пиццу. Потому что кроссфит. — Ну, это тоже, да. Ну, иногда можно, иногда нужно. И в рамках жизни это, по-моему, тоже очень. Очень-очень сложное. Поэтому иногда можно выходить. — Друзья, иногда надо пустить по венам алкоголь. — Ну, это тоже такое бывает, да. — Прямо сейчас, что нам советуют в своих музыкальных произведениях Маркус Рива. Прямо сейчас это в эфире «Страна-ФМ». Друзья, Маркус Рива в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Только что он выступал с красивой песней в эфире «Страна-ФМ». Но мы знаем, что… Какой алкоголь? Газировочка. Газировочка. Мы смотрим твой Инстаграм, знаем, что обожаешь. И хотелось бы вот что узнать. Где тебе можно с газировочкой или с другими напитками на каком концерте, в каком городе увидеть? Когда? Расскажи. — Кстати, совсем скоро будет выпускной. И тут в Москве будет 21 июня разные площадки, разные концерты. И 23 июня я буду в Питер выступать на «Алые паруса». — Ух ты. — Очень, по-моему, красивое мероприятие. Я ни разу там не был. Я был несколько раз в Питере. Мне там тоже очень нравится. Но на «Алые паруса» я буду первый раз. Поэтому я прямо жду. Это должно быть что-то очень яркое. — 23-го, дорогие друзья, приходите, смотрите, подпевайте, фотографируйте. — И, кстати, через месяц тоже в Юрмале будет происходить фестиваль «Лаймвайкл» с названием «Рандеву». И там тоже буду выступать. Так что, кто хочет в Ригу, Юрмал, приезжайте 18 по 21 июля в Юрмал на фестиваль. — Вот, кстати, артисты, которые уже сделали себе имя, «Лайма», одна из них, конечно, они как-то советуют, направляют, может быть, в чем-то подсказывают тебе? — Иногда, да, когда особенно мы не так часто встречаемся, конечно, но бывает момент, и вот сейчас тоже идет подготовка к фестивалу. И она иногда, может быть, что-то такого маленького скажет, но потом ты так и задумаешь. Ну, точно, точно так. — Какие-нибудь дуэтики ждать от тебя? — Что там? — Сейчас у меня достаточно успешный дуэт в Латвии есть с певицей местной Динаровой. И всем очень нравится эта песня, поэтому я сейчас думаю, может быть, тоже переделать как дуэт на русском. Но так, конечно, я, как говорил, готовлю новый альбом, и там обязательно будет какой-то дуэт. — То есть пока не знаешь, какой? — Пока не знаю еще. Еще поэтому надо подумать, помедитировать и послушать. — Значит, смотри, какой-то дуэт будет. Это уже решено, что он там будет, да, получается? — Да, ну, мне кажется, всегда для зрителей это очень интересно выйти. Какой-то обычный, может быть, даже необычный дуэт с каким-то артистом. И я давно мечтаю об дуэтах с Верой Брежневой, поэтому, может быть, с ней. — Ну, а почему нет? Мы только за. — По поводу сроков выхода. Есть какое-то у тебя понимание, когда пластиночка должна появиться? — Я хотел, конечно, уже к концу весны, но это, конечно... — Весна кончилась, я тебе сообщил, Мартин. — Ну, да. Я так понял, я так понял сегодня. Поэтому я думаю, что это уже ближе с сентября, октября. Думаю, что тогда. — Хорошо, хорошо. Значит, пластиночку мы ждем, там будет дуэт. — Там будет дуэт, там будет пара медленной песен, тоже песен, которую я сам писал, песен, которую я сам не писал. Очень разный материал, но такой концептуальный. — Название есть уже? — Нет еще. Ну, это будет мой первый русскоязычный альбом, хотя у меня песня на русском уже тоже, по-моему, один альбом тоже уже точно есть до этого, но пока не знаю, еще думаю. — Значит, в Инстаграме ты написал, что у тебя кастинг проводится, ищешь героиню для нового клипа. Ну-ка, давай подробности. Девчонки смотрят, слушают «Страну ФМ», а в клипах сниматься летом. — Да, кастинг еще не закончился, и сейчас планируем мы съемку новой песни, которую мы чуть-чуть позже услышимся. Ты пьешь мою кровь, и ищем ту женщину, девушку, которая будет сниматься в клипы, и все, кому интересно, смотрите мой Инстаграм, пишите, там есть вся информация. — Ну, ты можешь и сейчас сказать, какие параметры должны быть? — Нет, ты знаешь, это так как с X-фактором, это что-то, не знаю, ты посмотришь, услышишь, видишь, и у тебя сразу есть внутри какие-то эмоции. Поэтому вот ждем, обсуждаем, смотрим, поэтому присылайте все. — Ну, творческое задание какое, просто любопытно. Я вот, например, не знаю, что надо сделать. — Послушаем чуть позже песню, и тогда ты, может быть, по настроению тоже понимаешь. Какой драйв там. — Вокал. Насколько тренинг вокальный присутствует в твоей жизни? Все-таки ты человек практикующий? — Я практикую, да, конечно. Я думаю, что это моя профессия, надо с этим заниматься, так как я активно занимаюсь в спортзале, так и активно надо заниматься тоже и работать с голосом. — Да, поэтому вот стараюсь без перерыва, так сказать, сходить тоже к своему вокальному педагогу, который живет в Риге, джазовая певица, которой я уже четыре года занимаюсь с ней. И есть еще очень много что сделать, но мне кажется, каждому профессиональному певцу надо заниматься с вокалом. Я даже видел какой-то ролик в YouTube, что даже Селин Дион занимается до сих пор постоянно своим педагогом. — А чей, кстати, вокал тебя вот впечатляет? То Селин Дион ты привел. — Селин Дион, да. Ну это вообще невероятный вокал, и до сих пор она очень-очень крутая. Но из русских артистов мне... Мне, конечно, нравится голос Полины Гагарина, она очень-очень такая... Очень мощно поет, и Сергей Лазаров тоже из мужских певц, и он круто поет, да. — Друзья, мы продолжим говорить о Крутом. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Будьте в компании Страна.ФМ. — Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. — Дамы и господа, Маркус Рива по-прежнему в гостях у Страны.ФМ. «Ты пьешь мою кровь» называется эта песня. Основана ли она на реальных событиях, каких-то переживаниях? Ты же один из авторов. — Да-да, я написал эту песню после не совсем удачный день, когда я был в студии, и мы очень много разные демки там записывали, и как-то не то, не то было. И потом это была зима, и я решил, что надо к гостинице сходить пешком. На улице было, не знаю, там минус 15 градусов, темно все, и шоссе и машины очень много всего, и полная луна. Это тоже важно. И сходил, мне как-то в голове родился эта идея, и, ну, конечно, вокруг у нас иногда бывают такие люди, которые для нас как вампиры, которые энергетично возьмут всю нашу энергию и тоже реально выпывают весь наш кровь. — Ну да. — Поэтому родился такая идея, мелодия, и все, и потом в следующий день сходил в студию и записывал этот трек, и мне очень нравится. Мне очень нравится, как получилось. — Объясни, пожалуйста, в чем секрет? Ты русским языком занимаешься в течение пяти лет. — Да. — Как можно, изучив язык за пять лет, написать на нем уже песню, то есть стихи? Как тебе это удается? Ты спишь ночами или ты со словарем сидишь постоянно? — Не, ну знаешь, я иногда уже думаю на русском, так как я когда-то жил в Америке, в Нью-Йорке, и тогда тоже там вокруг были только люди, которые разговаривают на английском. И поэтому я уже начинал думать, думать на английском. И тут тоже такая история, я уже иногда думаю на русском, и поэтому, конечно, я не могу сказать, что я стопроцентный автор этой песни. — Там есть авторы, расскажи об этих людях. — Игорь Татаренко, он тоже коавтор на песню «Поверным алкоголем» из Фатхистана, и у нас такая очень хорошая творчество. — Сложившаяся уже команда. — Да, 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 мы как раз записывали еще многие, мне кажется, хорошие песни, поэтому вот и Рома, который сделает музыку. Не знаю, мне очень нравится наша команда, поэтому вот так и продолжаем работать. И они уже принимают, они понимают, что я хотел сказать. Если иногда, может быть, я как-то странно что-то скажу, может быть, я какие-то фразы делаю как будто на латышком, и сразу переведу на русском, и на русском это не звучит так, тогда они помогают мне поправить все. — То есть они являются еще и твоими корректорами. — Да, поэтому у меня есть вот люди, которые корректируют меня, и я из этого тоже, конечно, учусь. — Слушай, а имеют право ребят сказать, что «Маркус, давай вот здесь такие-то звучки сделаем», или ты как все-таки диджей еще говоришь «Не, вот это будет очень классный саунд, будем делать именно так». — Мы по-разному, я доверяю, но иногда вот у меня есть какие-то желания, и я скажу, что вот так будет лучше. И потом они тоже, когда мы уже доделаем финальный продукт, они говорят, да, это была хорошая идея. — Между прочим, эта песня, получается, войдет в новую пластинку, которую мы будем ждать осенью, да? — Да, обязательно она будет, как одна из песен, из альбома. И я совсем скоро, как мы говорили, тоже буду снимать клип. Я надеюсь, что он будет тоже яркий и красивее, как клип на песню «Схватхистана». — Да, друзья, в «Схватхистане» мы там с оранжевым цветом играли. Здесь, наверное, будет... — Три варианта есть — «Бордо», «Красный» и «Бордо» «Красный». — Длина клыков у девушки, которая должна принимать участие в клипе, зависит от того, попадет она на роль или нет? Вот тут как? — Вот я думаю, что все-таки нет, по-разному, по-разному. Ну вот это, да, это... — Не удается расколоть, друзья, пока молчит. Но смотри, есть же лирик-видео. — Да. — А сейчас мы, получается, и услышим, и увидим твою новую песню. — Да, это правда, там можно и научиться слова. — Друзья Маркус, Рива в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». «Ты пьешь мою кровь», только что премьера в эфире, я тебя поздравляю. — Ура, спасибо большое, спасибо. — Это классно. Значит, мы ждем теперь клип. — Да. — Девчонки, продолжается кастинг, все подробности в Инстаграме у тебя, правильно? — Да, правильно, Маркус Рива так и есть, пишите... — И там все условия участия в клипе, да? — Ну да, там нет ничего такого особенного, просто пишите, думаем и решим. — По поводу, вот, ты пьешь мою кровь. — Как ты взаимодействуешь с людьми, которые действительно, вот, являются энергетическими вампирами? Ты просто говоришь, все, стоп, или как, как вообще? Ну это же... — Вот надо взять ножницы и отрежать этого всего. Это, конечно, очень сложно для меня, вот, тоже был в жизни несколько такие случаи, но самое главное в этот момент стать все-таки, не хочу сказать эгоистом, просто это же твоя жизнь, и ты хочешь жить свою жизнь хорошо и с позитивом. Если у тебя есть вокруг такие люди, которые являются как вампиры, тогда надо просто гейм-овер и все, до свидания. Давай, пока. — По поводу гейм-овер, нет ли у тебя страсти к играм компьютерным, как в этом плане? — Нет, я специально не скачал, потому что я знаю, что это может быть очень неполезно, и там можно... И один раз иногда бывают какие-то рекламы, как демо-версии, я иногда начинаю играть эту демо-версию, и потом понимаю, что, блин, что я делаю? Надо тратить свое время на что-то полезное. Поэтому музыка и все остальное. — По поводу полезного, продолжаешь ли ты работать вот с этим, с Евровидением, как у тебя же там такая большая история, вот что там? — Я, конечно, еще мечтаю, работаю и думаю, что в один день я, конечно, там поеду, зато у меня будет очень огромный и большой опыт, когда я уже... — Ты будешь курсы потом открывать. — Да, кстати. Поэтому я уже с улыбкой смотрю на этого, и самое главное, что есть люди, которые тоже так смотрят, и, конечно, есть люди, которые шутят про меня уже, что уже есть в интернете всякие мемы, такие смешные фотки, где я уже как старый дядушка, там, 70 лет... — Слушай, ну ладно, Ди Каприо тоже не один год ждал. — Ну да, конечно, и ничего так и легко получается, и, может быть, это все к лучшему. — Какая-то, может быть, сцена, какая-то площадка или что для тебя является очень большим, очень значимым событием в твоей музыкальной карьере? Ну вот мы поняли, да, хотел бы ты поучаствовать в Евровидении. Что еще? — Что еще? — Какой бы ты себе поставил, может быть, Эверест, да, и куда идешь? — Ну, наверное, Олимпийский тут, когда он уже будет после ремонта. — В старом-то, конечно. — После ремонта. Поэтому есть пару лет, чтобы поработать, и потом на открытии Олимпийского уже там поработать. — А театральные подмостки здесь как? — Театральные, да, я тоже про это думал, просто были открыты всякие кастингов, но я еще думаю, что мне надо поработать с моим языком, чтобы все-таки я чувствовал себя свободно в каком-то роли, которая уже, ну, такая театральная роль, там же не можешь импровизировать. Ну, хотя, если есть роль какой-то иностранец, тогда эта роль как раз стопроцентно для меня. — Слушай, многие люди изучают один язык и мучаются, у них не получается. Ты знаешь сколько всего? — Я знаю английский, латышский, русский, чуть немецкий. Ну и, наверное, надо уже что-то новое учиться. — Тебе скучно стало уже с этим, да? — Испанский, может быть. — По совету, с чего начать, как? — Главное не бояться. Я знаю, я понимаю до сих пор, что у меня есть очень много ошибок, но я каждый день слушаю, смотрю, исправив свои ошибки и говорю, и как я начинал. Я просто, конечно, боялся говорить на русском, я потом понял, ну, ладно, у меня есть миллион, миллиарды ошибок, но если я не буду начинать, тогда не будет прогресс. И так в каждой сфере, если мы будем что-то начинать, все же как-то начинают. И поэтому не надо просто бояться, надо говорить. — Слушай, ну а в целом как ты к критике относишься? — Я, конечно, спокойно, но иногда бывает тоже, ну, типа, когда есть плохое настроение, тогда знаешь, у тебя еще так по лицу, но поэтому тогда надо, вот, не знаю, сходить с пальцем и в следующем утро просыпаться с улыбкой и все забить. — Друзья, все забить — это совет от Маркуса Ривы. — Да. — По поводу того, что у тебя есть карьера и продюсера, и диджеем, мы вот не говорили здесь что-то, какие планчики, замыслы? — Вот диджей — это такое, я уже на втором плане, потому что, конечно, все силы я трачу на свою музыкальную, сольную карьеру, поэтому я иногда, конечно, раз в месяц где-то играю, да, это тоже очень весело, но я лучше люблю создать, быть в студии, быть на сцене и выступать со своим материалом. — Продюсирование, потому что... — И продюсирование тоже, там надо просто побольше времени, чтобы успеть все. И пока я еще сам, знаешь, если у меня нету своей какой-то империи, там, продюсерский центр Маркус Ривы, и тогда еще, ну, мне надо сам еще очень много сделать, и думаю, что через лет десять я могу спокойно с этим заниматься. — Ну, это ты правильно сказал, империя. — Да. — Империя Маркуса Ривы. — Это правда. — Хорошо. Я желаю тебе, чтобы у тебя все вот эти вот замыслы, о которых мы говорили, и клип получился, и пластиночка вышла, и концертные выступления, значит, и в Москве, в Санкт-Петербурге, да, и где еще? — Еще, еще, еще. В Литве скоро концерт, и в Риге, и в Латвии, и в Юрмале приезжайте на фестиваль Айм Вайкул, и смотрите на все мои новости marcus.defezriva.com — Вопрос от девчонок. Будут ли откровенные фотографии, которыми так славится твой инстаграм? — Ну, посмотрим, посмотрим. — А что смотреть? Слушай, лето, лето кончится. — Ну, да, ну, только начиналось, только началось, только 6 июнь. — Хорошо, 6 июня. — Я думаю, что будет. — Кстати, сегодня 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как ты вообще к стихам относишься? Помогает ли он тебе изучать язык? — Кстати, хорошая идея. Надо сегодня купить как раз его книгу и прочитать. Мне кажется, это очень тоже важно читать. — Ну, знаешь, и все. — Это тоже способ, как изучить язык, и поэтому вот пойду в библиотеку. — Друзья, Маркус Рива отправился в библиотеку. — Ну, дошел ли он до нее, мы узнаем из его инстаграма. — Большое тебе спасибо. — Сделал задачу меня сейчас, да? — Ну, а как? — Вот, поздравляю тебя с премьерой песни. — Спасибо большое вам. — Вот, берегите свою кровь, смотрите, слушайте «Страну ФМ». У нас много произведений в исполнении Маркуса Ривы. — До новых встреч. — Жительно позитивы. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова